Вячеслав, а самый главный, наверное, вопрос, с которого мы начнем, это изменяющаяся в скором времени политика ФРС, связанная не только с выкупом активов, но и с повышением грядущей ключевой ставки. На это очень бурно реагируют рынки. В частности, мы наблюдаем переход от компаний роста к компаниям стоимости. Каким образом инвестору сейчас откалибровать свой портфель, чтобы подготовиться к этому, в принципе, что нас ждет? И не стоит ли нас там пострадавшей отрасли, особенно для долгосрочных инвесторов, как-то подобрать к себе в портфель прямо сейчас? Ну, это хороший вопрос, и если так сразу начинать на него отвечать, то с середины 2021 года мы уже наблюдали движение из роста в акции стоимости, и мы продолжаем наблюдать это сейчас, и многие управляющие, ожидая, что может быть повышение ставок, и логично, что это повлияет, потому что если мы посмотрим на исторически, на каким образом себя ведут определенные сектора, допустим, Energy Financials, тогда, когда повышаются процентные ставки, как себя ведут акции роста, то здесь по обычной математической формуле мы всегда видим, что акции роста могут снижаться, и, соответственно, переток уже начался в прошлом году. Если мы посмотрим на графики этого года, то мы увидим, что здесь лучше брать конкретно индексы Russell, Value, тысячи крупнейших компаний или 2000 крупнейших компаний по именно стоимости и по росту, то мы как раз видим, что с начала года вот Russell снова вырос на примерно 1%, и Russell рост, который крупнейшие и маленькие, и крупные, средние и мелкие компании, они показывают сейчас почти минус 8%. То есть вот эта тенденция, она продолжается. То же самое, если разбираться внутри секторов, если мы возьмем один из секторов американской экономики, то мы увидим, что как раз вот 5 из них, они, если взять вот последние 52 недели, обычно берется 52 недели и смотрится, где средние, где находятся цены по отношению к максимальным или минимальным значениям, то мы увидим, что вот как раз вот Energy, Real Estate, Materials, Utilities, они находятся вот выше средней вот за последние 52 недели, а Consumer Discretionary, технологический сектор, многие компании, если брать вот отдельно именно по компаниям, они находятся, вот если взять вот такую линию, 52 недели, они находятся минус 40%, минус 50%, и это как раз отражает оценку, я считаю справедливую оценку компаний роста, которые высоко оценивались в условиях низких процентных ставок, сейчас они справедливо упали в цене, и я считаю, что рынок как раз реагирует справедливо. Вячеслав, а если говорить как раз продолжая тему технологического сектора, который стал такой жертвой распродаж в начале года, наверное, пережил худший старт там за последнее десятилетие, то не повод ли это на самом деле для более долгосрочного инвестора сейчас на некой просадке подобрать ли ряд эмитентов, потому что на самом деле в долгосрочной перспективе именно IT-сектор показывает лучшие результаты, нежели вот сейчас переживая не лучшие времена? Ну опять, как я сказал, некоторые компании IT-сектора, они упали на 40 и более процентов, например, возьмите DocuSign, компания, которая очень сильно упала, но вместе с тем Compound and Evil Gross у них больше 50%, или то же самое, если мы возьмем, ну и падение очень сильное при таком мощном росте, и справедливая оценка этой компании, это не рекомендация покупать, она может достигать 200-250 долларов, сейчас не знаю сколько она, 140, наверное, долларов. И такие варианты, когда мы видим такой sustainable бизнес, который показывает стабильный рост, и, допустим, с 2018 года компания растет уверенными такими темпами, с точки зрения и прибыли, и дохода, и компания была убыточной, сейчас она выходит на прибыль, то, возможно, это было бы интересно рассмотреть. С другой стороны, такие компании, как Google, ну они находятся, Google это больше как communication сектор, но аналогично, у нас последние 5 лет 20% Compound and Evil Gross, это при том, что они постоянно работают на своей маржой, и профиты операичного маржой, то есть, ну, с другой стороны, и Google-то не упал так сильно, так как упали другие компании. Вот если разбираться внутри IT-сектора, во-первых, с одной стороны, нужно посмотреть на 6 индустрий, из которых стоит сектор, и стараться выбрать компании, которые действительно упали, не имея даже, не имея фундаментальных причин для такого сильного падения, поскольку, если мы будем сравнивать темпы роста EPS и на будущее forward PE смотреть, то эти компании представляют собой, ну, как это называется, большую выгоду, и, конечно, инвесторам имеет смысл обращать на это внимание. А с другой стороны, такие компании, как Virgin Galactic, или Robinhood, или Coinbase, или многие вот такие же компании, которые упали, не знаю, 60 или больше процентов, если мы на них посмотрим и оценим риски, и посмотрим на историю доходов, то это большой риск, и вот я бы опасался выбирать акции таких компаний. А если говорить, мы уже начали немного говорить о бигтехах, так называемой вот этой нашей большой пятерке, включая, допустим, Meta, он же X, Facebook, Microsoft, Google, Apple, разумеется, здесь нет смысла инвестору входить, они пока не так сильно упали, не такие сильные просадки переживают, а в некоторых случаях даже и растут. Вот с учетом давления государства на них, и ни одного, на самом деле, а нескольких, имеет смысл ли сейчас прибегать к покупкам бумаг бигтехов, так называемых? Ну, с моей точки зрения, да. Если мы посмотрим, опять-таки, на мой любимый пример, Google, они по итогам 2021 года, их рост дохода на акцию составит почти 100%. Это очень редко, если мы возьмем 10 крупнейших компаний из S&P, ну, Microsoft, которые как раз к флангу и относятся, это один из лучших примеров. И посмотрим на темпы роста и, опять-таки, на такое понятие, как sustainability бизнеса, то мы увидим, что это привлекательно. Риск того, что компании могут быть какие-то антимонопольные претензии, быть предъявлены в том или ином регионе, да, этот риск существует, в 10к компания это раскрывает. Другой вопрос, что я не думаю, что этот риск, он такой, он существенный и материальный, который может повлиять, ну, я не думаю, что это произойдет в ближайший год или два, что компанию разделят, и они будут как отдельно листиться, и для инвестора это может быть какая-то угроза. Я не думаю, что это возможно, ну, по крайней мере, в ближайшие 2-3 года это будет оспариваться. Есть определенные процедуры, как это происходит. Это может длиться 10 или 15 лет. И я не думаю, что это существенный риск для инвестора. Вячеслав, а если вот к банковскому сектору? У нас прям совсем недавно отчитались и вот еще отчитаются вся пятерка американских банков, и они, ну, у Велфсварга самые лучшие результаты, там, допустим, у Сити групп поменьше, поскромнее. Но в целом аналитики называют именно финансовый сектор, традиционный банковский, бенефициарами будущего повышения ставок. Ну, в традиционной экономике, по крайней мере, так всегда было. А насколько вот грядущее повышение ставок может отразиться на технологическом, на секторе финтех, и насколько он вам интересен? Ну, это PayPal, Block, Coinbase. Я уже слышала, что вы не очень его жалуете, но все-таки. Справедливо. Если мы смотрим на PayPal, и мы оцениваем его бизнес с точки зрения роста в условиях низких процентных ставок, и мы видим, что PayPal, вот у него сейчас дисконт сколько, больше, чем 40%, справедливо ровно потому, что PayPal вот в тех условиях не мог развиваться, и надо понимать, что финтек это имеет большой, так есть понятие, вот total addressable market, там так называемый. И он, ну не то, что он безграничный, но условно можно сказать безграничный. И PayPal, несмотря на то, что они купили Venmo, с моей точки зрения, или даже мы посмотрим на графики, каким образом они развиваются, не так, как, допустим, развивается тот же самый Square. Square только благодаря тому, что они сделали кэш-эп, они могли увеличить долю бизнеса, чем их мерчандайз, ну, что связано с прибылом платежей. И я бы обращал внимание как раз на компании, как Square, которые имеют возможность увеличить доходы, ну, вдумайтесь только, вот там, всего какое-то время назад у них доходы были полтора-три миллиарда, сейчас доходы 10 миллиардов. Темпы роста очень большие. Другой вопрос, что здесь много тоже рисков, и я имею в виду конкретно со Square. Поэтому с любым финтеком нужно быть предельно аккуратным и всегда смотреть на нишу. Говоря про Square в частности, можно сказать, что у них есть та ниша, куда не зайдет почти никто. С другой стороны, им тоже сложно идти в другие ниши, в которых они не работают. Допустим, в Америке весь малый бизнес работает на терминалах Square. Они имеют возможность принимать платежи, они имеют возможность через их терминалы платить зарплаты, платить налоги, управлять своим бизнесом. И Square пытается сейчас превращаться в полноценного финтека, покупая, допустим, компании, как вот в Австралии, либо как получая лицензии в Испании, для того, чтобы именно масштабировать свой бизнес. И это выглядит интересно и перспективно. Но не забываем о том, что они сильно сейчас экспоузны на биткоин. И здесь нужно понимать, что делает конкретно Джек Дорси с точки зрения его стратегии. Это, с моей точки зрения, может быть рискованно, либо непонятно. С точки зрения непонятной, с точки зрения традиционной оценки бизнеса, все-таки мы, когда говорим о том, что какая справедливая цена у Square, это 100, 120 или 300, или 320. Вот, допустим, Credit Suisse, или кто-то оценивает их 300 долларов, кто-то их оценивает 120 долларов. Вопрос, что лежит в основе этой оценки. Как правило, когда оцениваем, говорим про discounted free cash flow, on evaluation technique, но мы, может быть, не можем применять именно этот подход и должны использовать, допустим, подход по Earnings, ровно потому, что у нас нет постоянного стрима, например, с Tesla и проще, с точки зрения того, что мы знаем, какое количество, допустим, производится автомобилей, какая маржа, профит, operational, gross, и мы можем дать оценку, какая может быть прибыль на акцию, и примерно посчитать справедливую стоимость. Вот со Square это может быть сложнее, поэтому здесь используются специальные методики, так называемые blended, когда мы используем несколько подходов для того, чтобы оценить, какая справедливая цена. И это как раз представляет самую большую сложность, вот если говорить не эмоционально, что A Square растет очень мощно, и сколько бы она ни стоила, это справедливо, это, конечно, не так. Просто понимать нужны риски, и самое важное, есть понятие, как margin of safety или safety margin. Вот покупать любую бумагу нужно с учетом этого понимания, какая intrinsic value и по какой цене инвестор готов зарплатить. Вячеслав, а можете для нас чуть-чуть расшифровать? Я понимаю, вот всегда, когда я общаюсь с людьми из Штатов, иногда бывает такое, что мы разговариваем о таком суржике, чуть-чуть расшифровать, что это значит? Margin of safety — это, допустим, сейчас, ну, допустим, Square стоит, я не знаю, капитализация у них там 60 миллиардов, цена 120, сколько они сейчас падают в свое время, 120 долларов за бумагу. Вот мы, когда мы используем понятие margin of safety, мы должны определить increasing value. Increasing value, опять, это как справедливая стоимость, которую мы определяем с помощью того, сколько компания зарабатывает денег, сколько прибыли, и какая это прибыль устойчивая. То есть мы покупаем, допустим, вот когда, допустим, у компании есть один основной core, главный бизнес, вот сколько компаний зарабатывает на основном этом бизнесе. И мы пытаемся определить, сколько компаний заработает в ближайшие 5 или, допустим, 10 лет, какой будет доход на акцию, и мы хотим привести этот доход к сегодняшней оценке. И это мы таким образом оцениваем справедливую стоимость этой бумаги. Но если справедливая стоимость, допустим, у Square, скажем, 150, это вовсе не означает, что мы, а сейчас это 120, значит, мы должны покупать ее, потому что это текущая цена меньше, чем справедливая цена. Margin of safety, этот подход, он позволяет инвестору определить, что я готов купить Square только за 100 долларов, ровно потому, что у него есть определенная волатильность у этого бизнеса, и вполне возможно, что бумага может стоить и 90 долларов. И я не готов ни при каких условиях иметь, допустим, минус 10%. И каждый инвестор имеет для себя, ну, должен, по крайней мере, иметь для себя, вот какой риск он готов терпеть. И, исходя вот из этого отношения к риску, мы можем сказать, что Square мы можем купить только за 90, если это будет. И все, что выше, чем 90, это потенциальный риск, который инвестор не принимает, ну, и так называемый риск отношения к риску. И это касается ирлинга в целом, и отдельной бумаги, это понятие, которое часто используется инвесторами, управляющими, когда мы планируем, какую мы ожидаем доходность в портфеле, либо отдельной бумаге. Вернемся к компаниям Роста. С февраля прошлого года больше 49% потерял фонд Контивут АРК Инвест. Он как раз по большей части состоит из компаний Роста. Zoom, Tesla, нами упомянутая Coinbase, будь он не ладен. И вот есть мнение среди экспертов, что длительного цикла повышения ставок не выдержит фонд Контивут. И, в принципе, я даже слышала такие радикальные мнения, что это бомба замедленного действия для рынков, и другие мнения, что она визионер, что нужно просто подождать, и это игра в долгу. Вот можете сказать, что вы об этом думаете? Кстати, это вопрос одного из наших зрителей тоже. Ну, я бы начал отвечать на этот вопрос, опять-таки, с точки зрения ETF. Не надо забывать, что такое, вот юридически означает ETF, что такое фонд. Допустим, у меня фонд активно управляемый, где я никогда не буду иметь таких рисков, как ETF, Katie Wood. ETF предполагает определенный набор активов с определенной стратегией, и она говорит в своей форуме ADE о том, что это solely, только disruptive innovation. Это означает, что там будет всегда большой риск. Он не только риск процентных ставок, повышение их или понижение и роста экономики. Это уже само по себе означает определенный уровень риска. И несмотря на то, что я идеологически поддерживаю Katie Wood и фонд ARK с точки зрения стратегии, рассматривать компании такие, но я отношусь скорее отрицательно, потому что это ETF, и она не может себя страховать так, как, допустим, с помощью тут акционов, либо как активно, как ты управляешь фондом. И поэтому мы наблюдаем вот сейчас те результаты, которые мы наблюдаем. Она должна резать Теслу, которая сильно выросла, для того, чтобы закупать, ну, как с ее точки зрения, то, что выгодно. Вячеслав, скажите, а вот биткоин, ну, или вообще криптовалюты, это риск еще и для компаний, которые активно с ним взаимодействуют. Но я не говорю про Coinbase, который для них это core business, скажем так, а про, допустим, платежные сервисы и тот же PayPal или Square, о котором мы говорили. Они очень тесно связаны и пытаются расширяться в этом направлении. Стоит ли этот риск тоже закладывать? Здесь уже нужно говорить про принципы GAP, и, в частности, про то, когда или Tesla, или Square покупают биткоины и держат их на балансе, то это оценивается как нематериальный интенжибл эссенс, нематериальные активы. И любое повышение либо понижение стоимости, это не сказывается на финансовых результатах. То есть мы опять возвращаемся к тому, как мы справедливо оцениваем бизнес, даже с учетом того, когда у компании есть часть средств в какой-то криптовалюте. Мы смотрим просто на бухгалтерский баланс, когда каждый квартал переоценивается. Биткоин был, Tesla купила по 33, сейчас он стоит, я не знаю, сколько там, около 40. Мы можем посмотреть на баланс. Был 52, стал 55, в том числе за счет, допустим, переоценки, если они ее делают. Мы просто оцениваем это. Но мы смотрим хорошо, какая доля в активах. И мы можем смотреть на это, опять-таки, только с этой точки зрения, когда мы считаем, допустим, насколько компания имеет ликвидность, как она распоряжается, вот понятие asset allocation. У Tesla было 19 миллиардов долларов кэша на балансе, с учетом последних 5 миллиардов, которые, когда цена на акции росла, они сделали дополнительный выпуск. Вопрос, что им делать с 19 миллиардов? У них в среднем капель в год составляет около, если 6 миллиардов, то много кэша. Что с ним делать? Насколько эффективно они будут этим распоряжаться? Но это... Я бы оценил этот риск с учетом того, что этот, в частности, крипта, она находится где интенжибелл эссетс, но не как, сколько мы заработали, какая доля прибыли приходится в EPS, относится к этому. И мы это не будет... Это не главный бизнес-минстабилити. Я, например, против того, что Tesla покупает и биткоин. Ну, я уже опять к Tesla вернулся. Хорошо. Мы обязательно передадим Илону Маску, что мы все категорически против такого поведения. У нас несколько вопросов. Ну, нельзя их вот, если уж мы о Tesla. А про Rivian можете поговорить чуть-чуть? Rivian, смотрите, Rivian идет в определенную нишу, где они делают прямую конкуренцию с Альбертраку Tesla и F-150 Ford. Ford, да. И это очень низшая, самая продаваемая машина F-150 США. И это абсолютно правильно. Вопрос справедливой оценки. Когда они вышли, размещались, и цена ушла, по-моему, больше, чем 120 долларов, сейчас она в районе 80. И вопрос, какая справедливая цена? Вот справедливую цену можно определить, опять возвращаясь к тому, сколько будет, какие есть производственные мощности, вот в Аризоне они делают, сколько единиц они произведут, какая у них маржа, какая средняя цена автомобиля. Мы смотрим на их файлинг и смотрим, сколько они могут сделать, допустим. Они сейчас 40 тысяч, потом они планируют 150 и 300 тысяч. К 2025 году мы можем считать, сколько компаний заработает денег. Справедливая оценка, с учетом 10% бака, допустим, 2% интерес rate, справедливая цена около 75 долларов. Это существенно меньше, чем сейчас это на рынке представлено. То же самое можно адресовать Lucid Motors. Вот любой, кто хочет смотреть на электро вообще в эту сторону, вспомните, что говорил Маск, когда он выпускал модель 3, что это nightmare, это ночной кошмар. Чтобы сделать массовое производство, это очень сложно. И сейчас у нас есть большие проблемы с проблемой поставщиков. У нас сейчас повышаются процентные ставки. Tesla, когда все это делала, у этого ничего не было, не было этих проблем. И для них это было nightmare. Для любой компании, Lucid или Fisker, либо Rivian, для того, чтобы массово начать это делать, в таких гораздо более сложных условиях, иметь такую оценку, это очень дорого, это очень большой риск, поэтому я бы был очень аккуратен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова